Более 17,5 тысяч школьников окончат 9 и 11 классы в 2024. Последние звонки пройдут уже завтра, выпускные вечера с вручением аттестатов 14 июня. Поступающих в ВУЗы совсем скоро ждет два испытания. Централизованный экзамен по профильному предмету 27 мая по русскому и белорусскому языку на выбор 30-го. Бобруйска «Громаш» представил свою продукцию на Международной сельскохозяйственной выставке в Азербайджане. Предприятие продемонстрировало гостям распределитель минеральных удобрений, косилку дисковую и измельчитель упаковщик влажного зерна. Наша техника с успехом помогает аграриям в Европе, Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке. 30 мая в Бобруйске пройдут правовые профсоюзные приемы. Каждый желающий сможет проконсультироваться с юристами по вопросам защиты их трудовых и социально-экономических прав и интересов. С 10 до 12 обратиться можно в Центр дополнительного образования детей-молодежи, улица Социалистическая, 90. С 2 до 4 в Бобруйское городское объединение профсоюзов, улица Гоголя, 41. Запись по телефону 8 0 225 72 66 70. 18 июня Управление по труду, занятости и соцзащите проведет электронную ярмарку вакансий. С 10 до 12 соискатели смогут онлайн ознакомиться с предложенными вариантами, условиями труда, а также направить резюме и получить консультацию. Кроме того, активно формируются группы по переквалификации населения. В Бобруйске продолжается профилактическая акция «Не оставляйте детей одних». Комплекс мероприятий направлен на снижение чрезвычайных ситуаций и обеспечение общей безопасности. В центре внимания детские сады и школы, поликлиники, женские консультации, развлекательные центры. Работники МЧС проводят не только беседы, но и организуют интерактивные площадки с конкурсами и викторинами.